Гетмовис. Канал для всей семьи. Зайный мой помошник и добрый мой сосед. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Ты в руках профессионала Какая-то я бледная Нормальная, зеленая Но я хочу быть яркой А так? Как ты это сделал? Есть у меня одна программка Фотосъемка Это только полдела Чтобы кадр стал идеальным С ними еще нужно поработать Снимок загружает Программу фоторедакторов Там столько разных инструментов С их помощью Фото можно обрезать, осветлить Убрать лишнее Или наоборот добавить то, чего изначально В кадре не было Короче, можно такого наворотить Все ограничивается только Фантазией и умениями Хочешь, глаза тебе увеличим? А так можно? Я сделаю конфетку Из любой фотографии Класс! Тогда еще длинные ресницы И корону Красиво будет! Ой, Фаер Ты и правда профи Но придется повозиться Творческий процесс, понимаешь? Конечно, конечно Не буду мешать Остальным передай Прошу всех в свою Суперфотостудию! Студию! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда будет готово? Терпение Скоро все увидите А пока не мешайте творить Точно! Профессионал! Так... Может, еще больше? Или перебор? Да не, в самый раз! Вот, наконец, все скажут, что я талант! Ну что, молчит? Ага, нелегко быть творцом Спорим, моя фотография будет лучшей! С чего ты взял? Фаер мой друг! А я первая раскрыла его талант! Выскочка! Ой, вроде готова! Открывай скорее! Что? Это не я! Хе-хе-хе! Вот это бугала! Хе-хе-хе! А меня... А меня покажите! Это мои мускулы! Ну-ка, дай сюда! Хе-хе! Ой, что это за головастика? Он издевает сам! Ну как? Круто! По-твоему, я бугала? А я макаронина! Макаронина! Ты где-нибудь видел такие руки? И такое туловище? Чего вам не нравится? Сами просили! Ты нас изуродовал! Вот и нет! Я художник! И я так вижу! Знаешь что, художник! Не умеешь, не берись! Возвращай все обратно! Мы там хоть на себя похожи! И корону убирать? Ну как хотите! Скучные вы! Люди научились фотографировать Еще в середине девятнадцатого века Тогда на работу над одним кадром Уходило около восьми часов Но все равно снимки получались Нечеткими и с дефектами Фотомастера-художники Дорисовывали их краской Маскировали пятна и царапины А некоторые и вовсе придумали Очищать до бела части снимка И рисовать там все, что угодно Природу, диковинных животных Всякие чудеса Ох, и трудным делом Была такая репушь С появлением цифровой фотографии Обрабатывать кадры стало куда проще Загрузил специальную программу И вперед! Главное не перестанься! Пожалуйста! Сразу бы так! Прелесть! И без твоего фоторедактора Только что-то я опять мелкий И глаза можно было бы оставить Чуточку повыше А мне все нравится Но только если фон другой выбор А можно меня чуточку повыше? Давай, Фая! Дай мне вот тут побольше Только не так, как было Другой выбрать Да вам не угодишь! День рождения Жучка, ну как? Похож на именинника? А это для подарков О, сынка! Приготовились! Сюрприз готовит! Пойдем посмотрим Каждый ребенок Пойдемте, если свечек пока слишком мало Повзрослеть всегда успеете Кстати, фиксики тоже празднуют дни рождения Только за уши именинника не дергают Вдруг вырастет таким большим, что перестанет помещаться в прибор А знаете, как нас поздравить? Ухаживайте за техникой И берегите ее от поломок Куда? Куда? Прям как Нолик Он один раз так врезался Синка, сегодня могла бы не вспоминать Ой А что сегодня за день? День бабочек? Шапок? Дуделок? Каких дуделок? У меня день рождения! А, ну поздравляем И все? Ладно, пошли Здесь нам не рады О, вот и подарок! Ой, Нолик, это мое! Пока! Эй, а ты куда? Девчонки, соберитесь! Уже третий дубль! А помните, как нас Нолик снимал? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха? Ага, лечу Вот папу вспомнит О, Нолик, помоги-ка! Давай отвертку Что это? Это проектор Устроить дома настоящий кинотеатр Поможет проектор Его подключают к компьютеру Находят нужный фильм И видео по проводам Летит внутрь корпуса Яркая лампа и зеркала Раскрашивают кадры И готовое изображение через объектив Попадает на экран Точнее, на стену Причем увеличившись в несколько раз А некоторым проекторам и компьютер не нужен У них есть своя библиотека фильмов Папус, а ты помнишь, какой сегодня день? Угу, пятница И все? Вот возьму и увлечу от всех Ну-ну Ну-ну Забыл, чем в прошлый раз закончилось Вы сговорились? Сегодня же мой... Нажми-ка ту кнопку Конечно Только это от меня и нужно Вот уйду к другим фиксикам Поплачете еще Они точно не забудут про мой день рождения Ой, что это? Нолик лучше всех! Нолик лучше всех! С днем рождения! А я думал, вы забыли! Ура! Теперь ты останешься с нами? До следующего дня рождения Точно! Батут Шпуля, симку не видела? Ага Вот ты где! Шпуля, я же попросила Эй, что с тобой? Просто нет настроения Давай с нами в прятки, и оно поднимется Не выйдет, его весь день не будет Как написано в гороскопе Ерунда, пиксики в гороскопы не верят Некоторые люди верят, что звезды и планеты влияют на нашу жизнь Поскользнулся на банановой кожуре, виноват Юпитер Победил в соревнованиях, спасибо Марсу Люди даже составляют гороскопы, прогнозы Чтобы узнать, кому сегодня повезет, а кому нет Знать будущее наперед, конечно, заманчиво Вот только ученые пока не нашли ни одного доказательства Что гороскопы на самом деле работают Конечно, иногда совпадения случаются Но не стоит рассчитывать только на них Все в ваших руках Ведь гораздо приятнее быть первым Не из-за поворота планеты А благодаря упорной подготовке Но у меня правда, сегодня плохой день Значит, гороскопы правы Это мы сейчас проверим Раз, два, три, четыре, пять Музыка повышает настроение Нолик, у тебя щетка есть? Зачем? Щекотать будем Эй, почему? Гуля Гуля Ты куда? Я тебя сейчас развеселю Ну, может, комната смеха? Да И это не смешно? О! Метод проверенный наукой. Ученые доказали, что прыжки на батуте поднимают настроение. Сделать батут нетрудно. На железный каркас пружинами натягивают прочную ткань или сетку. Некоторые батуты не собирают, а надувают насосом. Они бывают в форме кораблей, замков или даже гор. Главное на любом батуте не высота прыжка, а осторожность. Иначе можно запросто упасть или потянуть мышцу. Прыгайте в удовольствие! А сложные трюки на батуте пусть выполняют акробаты. И где мы возьмем батут? Есть идея! Ждите меня здесь! Подожди, я с тобой! Батут? На желе похоже! Вовсе нет! Я прыгал! Давай, не бойся! А Симка? Без нее начнем! Она придет, а ты уже веселая! Класс! Бесполезно! Последняя попытка! На счет три! Раз! Два! Три! Смотрите! Нолик! Батут против гороскопа тоже бессилен! Ты что-то путаешь! Это желе! Да какая разница! Я же говорила! Все против меня! Ой! Что это? Ого! 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 Птица! Ого! А как же твое плохое настроение по гороскопу? А? А его больше нету! То-то! Между прочим, Игрик этот батут для тебя собрал! Игрик, ты прелесть! Кстати, в гороскопе сегодня как раз было написано Пуля, ты опять за своё? Подарок Подай, это моё! Ещё чего? Прикинь, ну скоро! Сами же звали ноутбук чинить! Другой раз! Да что ли вам нашло? Не, нашло, а нашли! Подарок! Это мне! Нет, мне! Сейчас узнаем, кому! С любовью от Баси! Так гораздо понятнее! Чего тут понимать-то? Подарок один, а вас двое! Потому что он мой! Обойдёшься! Думаю, он тому, кого Бася больше любит! Первыми подарками были талисманы! Люди давали их друг другу на удачу! Золото, шкуры и специи Вожди дарили в знак дружбы с соседним племенам! Иногда так делали и целые народы! Вот статуя свободы в Америке – это подарок от французов! А сегодня можно подарить не только вещи! А, например, день в парке аттракционов, билет в театр или поход в кино! Ведь эмоции тоже подарок! И как выяснить, кого Баси любит больше? Родители любят умных! А, это и так понятно! Проверим! Стопятнадцать! О, вот у меня так же получилось! И кто умнее? Пожалуй, никто! Это почему? Потому что на ноль делить нельзя! Игрик, ты зануда! Родители любят сильных! Умнее и сильнее глупости! Родители любят красивых! И кто из нас красивее? Верта, не томи! Думаете так просто? Вы же одинаковые! Все! С меня хватит! Я первый нашел! Значит, подарок мой! Что? Нож нет! Помада для кого? Извините, для самого красивого! Знаешь, это, наверное, тебе! Да что ты! Это тебе! Забирай! Ты же первый нашел! Что нашел? Ося! Мы тут твой подарок нашли! Случайно! Только мы не поняли, зачем нам помада! А кто сказал, что это вам? Кому же еще? Это я сама себе подарила! О! У меня день рождения! Или вы забыли? Порадовать на день рождения маму, бабушку или сестру легко! И вовсе не обязательно что-то покупать! Можно смастерить подарок самому! Например, вот такую розу из обычной салфетки! Сначала ее надо развернуть! Теперь одну сторону загибаем к центру, но не до конца! И наматываем бумагу на два пальца! Получился цилиндр! Если его сжать, он станет похож на путон! Осталось скрутить вторую часть салфетки! Это стебель! По пути кончик салфетки отогнуть вверх? Вот и листок! Красота! Несколько таких розочек, чуть-чуть блесток и праздничный букет готов! Такой подарок долго не завянет! Бася, мы просто подсмотрели! У нас подарок покруче! Правда? Мы дарим тебе желание! Да! Загадывай, что хочешь! О! Ну что ж! Помните, я просила починить ноутбук? Вот! С него и начнем! Пошли, Кварик! Пойдем, Гик! Мы как раз помочь пришли! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо! А вы знаете, кого из близнецов любите больше? Сильного! Умного! Красивого! Я люблю... Я люблю их одинаково! Они ведь у меня оба хороши! Рубашка! Подождите! Я еще одну шутку придумал! Фиксик, который работает в цирке! Это гвоздь программы! Ха-ха-ха-ха! Пошли! Утюг сам себя не почистит! Ого! А это сладкая вата на палочку! Это хлопок! Я знаю! Из него одежду делают! А вот и нет! Она из него растет! Да ну! Мы из этого шарика целую рубашку вырастим! Да, Гик? Самое время! Такой урожай можно собрать! Ай, жаль утюг надо чистить! А? Давай так! Мы займемся рубашкой, а на тебе утюг! По рукам! Но я хочу посмотреть! Ха! То есть мы будем работать, а ты смотреть? Хм! М? Решай! Ладно! Я почищу! Одна рубашка это ничего! Главное не переборщить! Люди покупают столько одежды, только не все ее ценят! Бывают испачкают или порвут и сразу выбрасывают! Куча всего просто так попадает на свалку! Чтобы это случалось реже, носите вещи аккуратно и ухаживайте за ними! Не стирайте слишком часто! И при высокой температуре! То же касается иглажки! Кстати! Если сушить мокрую одежду на плечиках, утюг вообще не понадобится! Ну а если что-то уж точно не отстирать и не зашить, все равно не бросайте в мусор! Лучше сдайте на переработку! Там из этих вещей сделают автокресло, строительные материалы или просто новую одежду! Здорово, правда? Похоже? Начнем шоу! Растет! Давай, давай! Ползет, ползет! Давай, 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 давай! Уже готова? Это разве рубашка? А вон ниточка! Да мы только начали! А ты что, уже все почистил? А, ну тогда за работу! А, перерыв! Ха-ха! Перерыв? А дальше ты знаешь, что делать? Еще не выросла? А, приходи, когда полутюга готова будет! А, ясно! Хо-хо! Ловко ты его! Хо-хо! Ого! И правда выросла! Сомневался? Теперь проверим, как ты справился Вау! Мама купила новую рубашку! Нолик? Катя, ты что-то путаешь! Ее близнецы вырастили! Это ты путаешь! Я сам видел! Исклопка! Это что? Шутка? Ах, вот они гады! Эй, рубашка же не виновата! Не грусти! Я знаю, что мы сделаем! Но я так и не понял! Одежда-то откуда берется? Хлопок выращивают на поле Собирают и вытягивают тонкие нити Из них на фабриках делают ткань А из ткани одежду И везут в магазины по всему миру Но чтобы все это не вредило Нашей планете Вещи важно делать с умом Экономить воду, электричество И избегать вредных удобрений Так что, когда нужны новенькие джинсы или майка Выбирайте те, что сделаны с заботой о природе Нолик! Ну ты красавчик! Красавчик! Все чистенько! Фрик! Гик! Скорей! Работы полно! Собираем урожай! Чего? Хотите, чтобы фиксики остались без носков? Вы серьезно? Да! А потом штаны собирать будем! Ладно, мы поняли Нолик, давай мы лучше за тебя что-нибудь почистим Угу, без шуток Идет! Но сначала носки Пластик Нолик, ты уроки выучил? Ага И что не пропускает электричество? Э, электрик? Может быть меня не спросят? Может нам за тебя кулачки держать? Эх, был бы у меня талисман, который защищает от двоек Уроки надо учить, а не верить в чудеса Зимка, погоди У меня как раз и есть такой талисман Это же ластик Не простой, я с ним пятерку получил Дим Дима Ильич, дай мне его на денечек Ну не знаю Ладно, только аккуратно Эх, тяжелый Наверное, в нем удачи много Некоторые люди считают, что талисманы приносят удачу И защищают от проблем Это могут быть самые обычные вещи Кукла, подвеска или даже простая ручка А кто-то верит в магические свойства камней, перышек или звериных клыков В древности даже горстку песка называли талисманом Перед отправкой в путь путешественники засыпали ее в карман Чтобы обязательно вернуться домой Да, рассказы о волшебной силе предметов звучат красиво Правда, пока ученые не нашли подтверждения ни одному из них Поэтому не стоит забывать В решении проблем помогают не талисманы А только твоя голова Нолик, опаздываешь? А ластик зачем принес? Итак, к доске пойдет А мне поможет Симка Скажи-ка, что это? Это электрическая цепь Верно А кто ответит? Работает Почему горит лампочка? Хочешь тоже? Игрек Почему горит лампочка? Топ бежит по проводам И раскаляет спираль лампочки Совпадение А мне можно? Давай, на всех хватит Повторяй домашку Долик, да что с тобой сегодня? Третий раз спрашиваю Что не пропускает электричество? Сейчас, сейчас Ждет, когда ему талисман подскажет А, вот оно что И как? Никак Всем помог, а мне? Хе-хе Он тебе как раз подсказывает Из чего он сделал? Из ластика А ластика с чего? У нас урок Не резиновый Резина? Резина? Стирательную резинку или ластик Делают из резины А резину из каучука Смолы деревьев Растущих в жарких странах Сейчас, правда, чаще на фабриках делают искусственную резину С ее перемешивают с красителями и серой Которая помогает каучуку затвердеть А потом нагревает Остывшую пластинку режут на кусочки, и получаются ластики. Кстати, первые ластики вообще были не резиновые, а из хлеба. Резина не пропускает электричество? Ну, конечно. Докажешь? Работает! То есть не работает! Молодец, Молли! Ну как, помог талисман? Помог! Да ладно, я же пошутил. Это простой ластик. Не простой. Я с ним пятерку получил. Но лучше я сам буду уроки учить. Точно? А то, может, у Дим Димыча еще какой-нибудь талисман завалялся. Автопилот Налево, направо, вперед! Фрид, и давно ты разговариваешь с фиксибордом? Зря смеешься. Вот сейчас автопилот настроил, и он меня будет сам возить. Я ему говорю, а он едет. Автопилоту не нужно говорить, куда ехать. Вы когда-нибудь видели, чтобы самолет летел без пилота, поезд ехал без машиниста, а автомобиль без водителя? Такое бывает. Иногда машину ведет специальная программа. Автопилот. Захотел человек отдохнуть, включил автопилот, и транспорт едет сам. Но только по курсу, который задал водитель. Это помогает и сэкономить силы, и не сбиться с пути, если дорога длинная. Зря старался. Я и без тебя знал. Просто забыл. Ага. Думаешь, самый умный, да? Поумнее тебя. А, а у меня голова больше. Проверим? Давай. Ха, мелковато. Дай-ка я. А так? Ты мерить не умеешь. Ты тоже. Во! Сейчас точно измерим. Так тоже не пойдет. Ох! Будем мериться колпачками. Чья голова внутрь не пролезет, тот и умнее. Я первый об этом подумал, а я первый сделаю, а вот и нет. Ха-ха-ха! Оп! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сам попробуй. Надо что-то поменьше. Видал? Как влитой. Ты точно утонешь. Не-не-не. Тяни. Там полно места. Дальше не пролезает. Ха-ха! Победа! Не считается. Ты тоже перемеривай. Ладно, дурака валять. Все равно проиграл. Правда. Не снимается. Помогай. А если открутить? Умно. Еще идеи есть? Эм. Пилу и разрезать. Это все, что придумала твоя большая голова? Эм. Бежим за помощью. К базе. Здорово. Как я побегу? Раз тебе не нравятся мои идеи, думай сам. Отлично. Я по памяти доберусь. Она тоже как автопилот работает. Эй, не туда! Что-то твой автопилот хромает. Тогда ты будешь моим автопилотом. Вперед! Современные машины стали очень самостоятельны. И речь не только про самолеты с автопилотом. На фабриках и в магазинах наравне с людьми уже давно работают опыты. Сложнейшие аппараты в одиночку летают в космос и исследуют другие планеты. А некоторые из них рисуют, сочиняют стихи и даже могут сами освоить музыкальный инструмент. Получается, скоро умные машины везде заменят людей? Это вряд ли. Ведь даже у очень продвинутых роботов нет самого главного. Воображения, как и умение чувствовать, размышлять и мечтать, это доступно только людям и не поддается программированию. Давай, давай, еще чуть-чуть. Вот уж не думал, что быть автопилотом так тяжело. Где же Бося? Я тут. Гик, зачем ты нацепил это на голову? Мы поспорили, кто из нас умнее. Я выиграл. Засунуть голову туда? Умно. Очень умно. Ик, ик. Вот и я тоже не понимаю. Как тебе это удалось? Ик, ик, ик. Вечный двигатель Мы первые. Никто к знаниям не тянется. Привет, Фрик, привет, Гик. Пока, Фрик, пока, Гик. Ты куда? А урок? У Игрека заслуженный выходной. А, что придумал. Дворники для очок? Очков? За это отпускают с уроков? Сами что-нибудь придумайте. Хм, мы уже кое над чем работаем. Тоже изобретаете? Да. Покруче твоих дворников. Любопытно. Завтра покажете? Хм, да без проблем. А пока, извольте, идти в класс. Интересно. Но я тебе вчера выходной дал, чтобы отдыхать, а не работать. Кстати, а где близнецы со своим изобретением? Я тут. Один. А Гик скоро придет. Но не будем ждать. Наш вечный двигатель представлю я. Перпетум модели. Чего? Показывай, показывай. Готовы? Та-дам! Ну, я домой. Но вечных двигателей не существует. Представьте, как было бы здорово иметь вечный двигатель. Один раз запустил такую машину, и она бесконечно переносит груз, запускает воду по трубам, дает тепло и свет. Все это без остановки, зарядки или заправки. Ученые веками пытались создать такой механизм. Но пока ни одна попытка не увенчалась успехом. Ведь сама идея вечного двигателя противоречит законам физики. Опять ты умничаешь? Но работает же. Надо разобраться. Чего разбираться-то? И вообще? Мы обещали, мы сделали. А что мы еще изучать? А мы на урок. Да он же без меня все сломает. И ты оставайся. Так, это я проверил. Не устал? Мы уже часто торчим. Вы его к розетке подключили. Где провод? Тебе надо, ты ищи. А, где-то потайная подача воздуха. Или колесо само крутится. Понимаешь? Само. Бесполезно. Может, хватит, а? Устанавливается. Показалось. Все, проверка окончена. Это странно, но вы правда изобрели вечный двигатель. Ох, дошло наконец. Давай, дом под профессором. А я домой. Что так долго? Я чуть не умер. Сам покрути. Расслабься. Выходной наш. Гиль, а ты долго продержался? Многие изобретатели хотят создать что-то гениальное и прославиться на весь мир. Только не у всех получается. С давних пор ходили легенды о философском камне, который превращает любой металл в золото. Алхимики почем зря мешали всякую всячину, лишь бы добыть его. А в древнем Китае император жаждал получить эликсир бессмертия. Ведь человек, выпивши его, обретет вечную жизнь. Сколько шарлатанов пришло к царю, чтобы объявить «Я нашел уникальный рецепт с надобием». Но мы-то с вами знаем, что такого рецепта не существует. А настоящий ученый живет не ради славы, а ради науки. Вот как это работает! Умно! Все-таки придется вам дать выходной. Мне уже больничный нужен. А эликсир вечной молодости вы тоже можете сделать? Два выходных, и он у вас в кармане! Интернет-магазин Раз, два, три, взяли! Симка, ты лучше слева направо крути! Нет, справа налево надежней! Может, сами покрутите? А я посмотрю! Диссертацию? Да, диссертацию защитила! Гений Евгеньевич? Нет, не поздравил! Я же ему сто раз напоминала! На то, на чудаков, чтобы чудить! Лучше бы к нему сбегали и про Лизоньку сказали! Раз, четыре, пять, мы починим все опять! Эй! Ого! Лучше не мешать! И как быть? О! Смотри, Фрик! Это что? Интернет-магазин? Ага! Профессор, наверное, цветы хотел купить! Ну, отвлекся! Предлагаю закончить за него! Ха-ха-ха-ха! Сколько букета! Выберем самый большой! А это что за цифра? А, количество цветов! О! Да тут уже все заполнено! Имя, адрес и номер какой-то карты! Так! Тады-дэй! Через час приедет! За покупками сейчас не обязательно ходить на рынок или в супермаркет! Одежду, еду, технику, товары для животных, все что угодно! Сегодня заказывают в интернет-магазине, не выходя из дома! Все просто! Надо выбрать товар, положить его в корзину и оплатить! Только чур вместе со взрослыми! Остается дождаться, когда покупку доставят прямо домой! Главное, указать правильный адрес! Как пахнет! Ой, записка! Чудакову Г.Е. А я-то думала... Какому чудакову? Это вам! От него! Сейчас исправим! Ли-зань-ке! Есть! Еще букет? Ой, у меня же на эти цветы... Аллергия! Какой же у нас чудаков рассеянный! Тут рисат, не тот, тут цветы не те! Сейчас исправим! Имя, адрес... Есть! Да что там у меня все время тренькает? В этот раз все должно сработать! Молодцы! Что это такое? Что? Что случилось? От моего имени кто-то накупил кучу цветов! Не кучу, а всего три букета! Так вы не сообщили профессору? Что сообщили? Ну, там Лизонька плакала, а вы заняты были... Мы решили помочь! Что помочь? Помочь потратить мои деньги! Деньги? Какие деньги? А вам цветы в интернете! Бесплатно дали! Так вот что это за цифры были! Ну, вы же все равно хотели заказать? Да, хотел! И уже это сделал! А вы... Вы... Деньги Евгеньевич, вы не забыли! Можно сколько угодно тратить нарисованные деньги в настольных играх! Но в интернете будьте аккуратней! На сайтах с играми или мультиками расплачиваются настоящими деньгами, которые хранятся на карте! Взрослым ее выдают в банке или на работе! Карту удобно брать в кафе, кинотеатры, магазины! Приложил к устройству и сумма покупки у продавца! А человеку приходит сообщение, сколько денег осталось! Многие пользуются картой прямо с телефона! Ну, а главное правило юных покупателей! Хочешь что-то купить в интернете, зови старше! Ведь всего один клик и деньги уже не вернуть! Поздравляю с защитой диссертации! Вы такая молодец! Спасибо! Ну, зачем было так тратиться? Для вас ничего не жалко, Лиза! Да, и уход за цветами я беру на себя! Поливать, удобрять! Каждый день! Но не забудьте, поливать лучше справа налево! Рентген! Профессор опять с рентгеном возится! О-о, смотри, смотри! Сейчас пойдет на Лизоньке тренироваться! Хм, на ком бы еще испытать! Лизонька! А-а-а! Кстати, а рентген? Это для гениев, что ли? Ха-ха-ха! Всем подойдет! Секрет рентгена в его лучах! Они легко проникают сквозь кожу, а через скелет не проходят! И на пленке отпечатывается его тень! Так врач может быстро увидеть на снимке трещину или перелом и сразу наложить гипс, чтобы кость рослась ровно! В общем, рентген – полезная вещь! Главное – не делать его слишком часто и всегда надевать защитную накидку! Ведь мощным лучам нет чему попадать во все вокруг! А внутри мы с тобой тоже одинаковые? Давай чудакау попросим! Пусть нас просветит! Или просветит! Ага! Забыл, как мы ему колбу разбили? А он не забыл! Тогда сами! Поближе к камере! Генич, Генич! Я что, у вас подопытный кролик? Ну, это же просвещение во имя науки, Лиза! Во имя науки? Да! Ну, ну ладно! Вот и чудненько! Так, садитесь вот так, отлично! Спинку прямо! Все, все, секунду! Лиза, снимаю улыбочку! Хм, у вас прекрасные кости, Лиза! А что это? А, что? Шестеренка? Мне срочно нужна помощь! Лиза, не преувеличивайте! Никакого не срочного! Я могу все объяснить! Ну, и зачем ты превратился? Сам не понял! Испугался, наверное! Дай я попробую! Снимай! Как же опустить эту камеру? Ну, ты скоро? О! Есть! То есть... Нет! Допрыгался! Теперь он завис! Лиза, это недоразумение! Сбой программы! Ничего не было! Вы? А вы уверены? Я уверен! Лиза, сейчас убедитесь! Так, Лиза, сидите! Только прямо сидите! Вот, хорошо? И вот... Что там? О! Оно перемещается! Скорая! Скорая! Ничего не понимаю! Из-за тебя мой снивок попал на Лизоньке! Только нечего было превращаться! Да я не хотел! Само вышло! А, так вот в чем дело! Кто вам разрешил пугать Лизию? Ой! А мы тут... Эксперимент проводим! Рентген ваш вот проверяем! Эм, да? И как? Никак! Из-за него мы в шестеренки превращаемся! Ай, так у Фиксиков защитная реакция! Вас даже рентген не просветит! Хе-хе-хе! Или просветит! А-а-а! Фиксиков невозможно сфотографировать! Да-да, стоит навести на них фотоаппарат, смартфон или планшет, как они сразу же превращаются в винтики или шестеренки! Даже такой научный механизм, как рентген, тут не исключение! Ведь это не просто полезная привычка, а рефлекс! Он есть у каждого из нас с рождения! Хотя и не все про него знают! Зато сколько любопытных маленьких Фиксиков спаслись таким образом от знакомства с человеком! И не сосчитать! Хе-хе! А теперь шутки в сторону! Готовы узнать тайну, что у нас внутри! Здесь пламенный мотор, светлый ум и добрая душа! Вот-вот, тише-тише-тише-тише! Вот ничего лишнего! Да, как шестеренки мы тоже одинаковые! Опять вы! Вот я вам сейчас! Стойте! Они размножаются! Лизонька, не волнуйтесь! Вот ваши, то есть мои шестеренки, вот они! Я их в рентгене забыл! И у меня в руке ничего нет? Все в порядке! А давайте еще разок просветим! Во имя науки! Сенсорный экран Ну как? Приклеил намертво! Дим Димыч, наконец-то! Мы пока тебя ждали! Все, что можно, уже починили! Почти все! А я к докладу готовился! Птицы фотографировал! А тут, понятно, воробей! Это сойка! Вот синица! Смешная, да? И самое главное! Ба-ба-ба-бам! Ой! Это что? Я снегиря хотел сфотографировать! А получился какой-то ба-ба-бам! Все из этих дурацких перчаток! Пока я их снимал, снегирь уже улетел! А зачем же ты их снимал? В них ничего не нажимается! Значит, надо сильнее жать! Не поможет! Ты что, не знаешь, как работает сенсорный экран телефона? Нет! И я нет! Ха! Ну, вы даете им! Хорошо, что у вас есть кто-то, кто знает все! И этот кто-то ты? Да! Под стеклом сенсорного экрана течет электрический ток, а тело человека умеет его проводить! Поэтому, когда к телефону или планшету прикасается палец, часть тока утекает! Люди этого не чувствуют, потому что заряд очень слабый! Но датчики, которые находятся внутри экрана, сразу шлют сигнал в мозг прибора! И он понимает, что надо делать! Ответить на звонок или написать сообщение! Шерсть, из которой связаны перчатки, ток не пропускают! А вот если перчатки будут из чего-то другого... О, например, сольги! Оберни ей палец! Все работает! Правильно! Потому что фольга проводит электрический ток! Но ведь из нее перчатки не делают! Вот у Кати есть специальные для смартфона! А у тебя есть я, которая знает все! И как их сделать? Ой, как же вам всем все-таки со мной повезло! Нарежем из-подень нитки и прошьем твои перчатки на пальцах! Чтобы они могли проводить ток? Точно! Готово! Готово! Только где я теперь снегиря найду? Эх! А ты возьми фотку в интернете! Скажи, что твоя! Все, что попадает в интернет, кто-то создает! Игры делают программисты, фильмы снимают режиссеры, книги пишут писатели, а музыку композиторы! Эти люди называются авторами, и у них есть авторское право! Это значит, что только они могут делать со своим произведением все, что захотят! Когда, например, фотограф делится на свои страницы снимками, скачивать их без спроса и загружать в другое место невежливо, а выдавать чужие работы за свои вообще никуда не годится! Перед тем, как использовать чей-то труд, лучше всегда спросить разрешение у его создателя! Ему будет приятно! Я что, зря старалась? Сука! Там! Па-па-па-пам! Снегирь! Надевай перчатки быстрее! На ту руку! А зачем мы вообще перчатки надевали? Дома-то! Так нам велела! Да! Кто знает все на свете! А, ну да! Как же нам все-таки с ней повезло! Ха-ха-ха! И что теперь делать? А, найдем фото в интернете! Но обязательно напишем, чей это снимок! Гироскутер! У-ху! 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 А ты так не можешь! У тебя фиксиборда нет! Подумаешь! Мне родители гироскутер подарили! Борт! Человеческий фиксиборт! Ого! А трюки на нем можно делать! Ха-ха! Еще как! Я бы тебе показал! Только на улице дождь! Ну и что? Эх ты! Он же электрический! Гироскутер похож на скейтборт! Но с большими колесами, в которых есть электромотор! Когда человек встает на платформу и наклоняется вперед, датчики шлют сигнал моторам! Можно ехать! И не только прямо, а задом наперед, а даже крутиться, пока не сядет аккумулятор! Но это не беда! Главное не кататься по лужам и сугробам! Если в корпус попадет вода, гироскутер может сломаться! Так ты дома прокатись! Нет! Тут пол кривой! Хе-хе-хе! Может, ты просто не умеешь? Оп! Па-бам! Ну? Езжай! Не могу! А! Его включить надо! Да говорю же, это все пол! Я бы даже на самокате упал! Ага, конечно! Если ты такой профи, покажи, как надо! Легко! Инструктор Нолик всего тебя научит! Повторяй за мной! Только шлем надень! Вот так! А-а-а! Ой-ей! Ай! Хм... Попробуй двумя ногами запрыгнуть! Ой-ой-ой-ой! Ай! Ух! Хм... Давай задом наперед! Страшно! А ты глаза закрой! Ой-ой-ой! А-а-а! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А-а-а! Я же пошутил! А-а-а! О! А этот шлем тебе идет! Хи-хи! С таким тренером никакой шлем не поможет! Ах так! Да это тебе! Никакой тренер не поможет! Я и сам научусь! Давай-давай! Вы чего раскричались? Просто кто-то сказал, что на гироскутере ездить умеет, но падать у него лучше получается! М-м-м! Вообще-то дома кататься нельзя! Это все знают, кроме вас! Но дома можно научиться держать равновесие! Давай покажу! Только защиту надень! А-а-а! Класс! Симка, ты настоящий тренер! Теперь я и кататься смогу! Оп! О, а? Симка! А как тормозить? Стой, куда? Ой-ой-ой, куда-куда-куда? Ай-яй-яй-яй! Хорошо, что он в шлеме! И в защите! На гироскутерах, сегвеях, электросамокатах можно легко разогнаться и лететь быстрее ветра. Поэтому управлять таким транспортом надо осторожно. Всегда надевайте защиту и шлем. Пока едете, будьте внимательны. Смотрите под ноги и по сторонам. Вдруг на повороте кто-нибудь выскочит. А если надо перейти дорогу, слезьте со своего транспорта и идите пешком. Помните, что кроме вас на улице есть и другие участники движения. Каждому должно быть удобно. Пешеходы гуляют по своим дорожкам, вы катаетесь рядом, а автомобилисты едут по проезжей части. Здорово, когда все уважают друг друга. Дим Дима, ты цел? Мы же договорились, дождь закончится и пойдем. Что, не терпится испытать? А, ладно, я тоже разочек прокачусь. Сейчас папа тебе мастер-класс покажет. Кажется, это у них семейное. Любой человек, когда садится на велосипед или встает на самокат, сразу становится водителем. А значит, должен кататься по всем правилам. Совершенно не важно, ребенок он или взрослый. Это касается каждого. Но когда водитель превращается в пассажира, Думаете, можно расслабиться? Как бы не так. Тут тоже свои правила. Самое главное пристегнуться. И напомнить другим, если они забыли. Во время поездки не высовывайтесь в окно. И тем более не открывайте на ходу дверь. А еще, пожалуйста, уважайте водителя. Вместо того, чтобы бить ногами в спинку его кресла, лучше посмотрите мультики. Энергосбережение Итак, теперь вы знаете, как важно беречь энергию. Так-то лучше. Урок окончен, все свободны. Малик, ты куда? Мы же дежурим. А я не могу. У меня дела. Интересно, какие? Мне надо энергию сберегать. О! Чего? Чего? Забыли, что деду сказал? Современная техника умеет экономить энергию. Для этого в планшетах, ноутбуках и телефонах есть режим энергосбережения. Он снижает яркость экрана, не дает приложениям быстро съедать заряд, и устройство работает намного дольше. А такие приборы, как, например, телевизор или микроволновка, лучше вообще отключать, когда ими никто не пользуется. И, конечно, уходя, гасите свет. По-моему, это нолико-восберегательство обыкновенное лентяйство. Есть у меня одна идея. Что ж, что ж, что ж... Давай. Энергосберегающий фиксик. Звучит красиво. Ну, я побежал? Нет-нет-нет, ты что? Всю энергию по дороге растеряешь. Ладно, тут посижу. Посмотрю, как вы работаете. Симка, там за вентилятором грязно. И что бы мы делали без твоих ценных советов? Кир, ты не все вытер. И тут тоже. От болтовни тоже энергию теряешь. Тяжелый? А ты на бок поставь. Легче будет. Да не так. Другой стороной. Хорошо, что хоть кто-то из нас бережет энергию. Молодцы! Как у вас дружно получается. Теперь надо вон тот угол почистить. Может, поможешь? Не-е-е, мне пока нельзя. Эй, куда вы подевались? А дежурить кто за вас будет? Симка, давай пас! Нолила! Ловлю! Эй, куда? У тебя, Ноличек, режим. Энерго-сберегающий в мяч не играющий. Некоторые приборы съедают столько энергии, а другие молодцы. Работают так же, а электричество экономят. На новой технике сейчас можно увидеть вот такую этикетку с цветной шкалой. Если отмечен красный цвет, то перед тобой обжора. А если зеленый, умная машина, техника класса А. Экономи энергию, она бережет природу. Но ты и сам можешь помочь планете. Вот холодильник. Закрывай его плотно. И не ставь туда горячую еду, чтобы не морозил зря. Не сиди часами с планшетами и телефонами, чтобы заряжать их реже. Да и читать гораздо лучше не при электрическом, а при солнечном свете. Не честно, я тоже хочу играть. Правда? А как же твой режим? Да я уже столько энергии сберег. Во! Лови, Гик! Фрик, лови! Ну давайте, вы чего? О, а вам не кажется, что нам тоже надо поберечь энергию? А мне что делать? Одному играть? Я знаю, на что потратить твои накопленные силы. Ну, Олег, давай тщательнее. Там еще грязь осталась. Правее, правее. И что бы ты делал без наших ценных советов? Может, поможете? В другой раз. Сегодня мы энергосберегающие физики. Икота. Последний раз говорю, плохая затея. Да это просто шутка. Не смешная. Симка, ты зануда? Сегодня же день смеха. Вот увидишь, будет весело. Катя, это тебе. Думаешь, я не помню про первое апреля? Какое первое апреля? Хитренький. Ну и что там? Лягушка. Таракан. Меня таким не напугаешь. Вы что, совсем ку-ку? Первое апреля, никому не верю. Я так заикой стать могу. Ты чего? Мы же пошутили. Смешно. Ну вот, доигрались да икоты. Люди дышат лёстями, а помогает им в этом мышцы межрёберная диафрагма. А не сокращается, мы вдыхаем. Расслабляется, выдыхаем. Путь воздуха лежит через голосовую щель. И если проглотить неразжёванную пищу, выпить много воды залпом или просто испугаться, Сокращение происходит чаще, а края щели быстро смыкаются. Из-за этого препятствия возникает резкий звук. И начинается икота. Вроде всё. А ты, Симка, переживала. С икотой шутить нельзя. Опять? Так, задержи дыхание. Держи, держи. Не могу. Ну как, прошла? А, тебя просто кто-то вспоминает. От этого и икота. Точно. А кто? Мама? Нет. Папа? Нет. Кусачка? Какая кусачка, Норик. Ну да. Хамелеон? Учительница? Дед Мороз? В апреле. Так. Нужен другой способ. Норик, ты чего молчишь? Нечего предложить. А, вот и есть. Надо прыгать на одной ноге и считать вслух. Что? Рассказывай. Тогда сама придумывай. Ладно. Надо пробовать. Раз, два, три, четыре, пять. А долго считать? А, я пока не придумал. То есть это ты сейчас сочинил? Зато икоты больше нет. Правда? Какой же ты ноличек молодец. А, дед. Люди так обожают шутить, что даже придумали праздник. День смеха. В этот день дети и взрослые разыгрывают друг друга с давних времен. Например, 300 лет назад толпа горожан собралась посмотреть уникальное представление. Но, когда занавес раскрылся, на сцене было пусто. Ну, что делать? Первое апреля никому не верю. А однажды по телевизору показали репортаж об урожае макарон, которые растут на деревьях. И многие поверили. Вот умора. Розыгрыши и шутки – это здорово. Главное, чтобы они не были обидными. Прежде чем пошутить, подумайте. Было бы вам смешно от такого розыгрыша. Я слышал, что один человек почти сто лет икал. Его тоже друзья напугали. Идея! Надо съесть что-то кислое. У тебя лимон есть? Класс! Вот сам и ешь его. Мне-то зачем? Ты же икаешь. Да это все из-за твоих дурацких розыгрышей. Я виноват, что ты шуток не понимаешь. Ай! Что это? С первого апреля. И ты туда же. Ну, хоть больше не икаешь. Ой, и правда. Шла Симка по шоссе и тащила винтик. Ура! Ты-ты-ты! Кажется, это заразно. Спокойно. Я знаю проверенный способ. Память Ой! А-а-а-а-а-а-ой! А! Кем делать? Ой! Поосторожней! Ой! Наводишь творческий беспорядок? Хе-хе-хе! Да! Это мама сказала выбросить все ненужное. А что здесь ненужное, я пока не решил. Помочь? Давай. Так. Это сюда. Это тоже сюда. Эй! Это же колесико от моей первой машинки. Оставлю на память. Ну, колпачок-то уж точно не нужен. Нужен? Он от Катиной ручки. Тоже на память? Ага. А фонарик? Он не работает. Понял, понял. И кубик. Крепко ты его тогда склеил. Хе-хе! Круто ты все помнишь! Как компьютер! Память помогает человеку ничего не забыть. В ней, как в огромной библиотеке, хранится все, что люди узнают за свою жизнь. И эти запасы растут каждый день. У компьютеров, планшетов и телефонов тоже есть память. Только кончается она в самый неподходящий момент. Но это легко исправить. Ставить карту в память, скачать лишнее на жесткий диск или загрузить в облачное хранилище. Ну все, память заполнили. Вот теперь все. Эй! Нас с папушем из-за этого перышка чуть не выбросили. Вот именно. И мы в мусорке и место. Это тоже память? Нет. Ты целую коробку собрал! Моя коробка. Что хочу, то я оставлю. Смотри! А? Отпусти! Или ты мне не друг! Дим Димыч, вот молодец! Столько мусора собрал! Нет, мам! Это все мне нужно! И это тоже? Может, из твоей комнаты кладовку сделать? Кровать в коридор поставим. Это еще почему? Потому что места скоро здесь совсем не останется. Давай ты все-таки выберешь самое ценное. Ладно. Это самое ценное. Правда. Уговорил. Нолик, мама ушла. Нолик. Нолик. Ты обиделся. Нолик. 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 Но, Нолик. Нолик. Стой! Нолик, живой! Я так испугался Меня опять чуть не выкинули Ну хватит дуться Я же извинился И перо сохранил На память Чтобы больше не ссориться Может все таки выбросим А то второй раз из-за него страдаю А как же память? Такое не забудешь Ну вот я кое-что другое перехватил На память Пантик? Ага, помнишь как ты конфет объелся? Тебе еще зуб вырывали Когда? А память то у тебя дырявая Зуб О, это что-то новенькое Всем привет! Сегодня у меня непростое испытание Я буду чистить зубы Вот этим Электрической зубной щеткой Ой, вот это скорость Интересно Круто! Не так страшна щетка, как ее жужжание Мам! О, котен, смотри, что покажу Я первая У меня зуб выпал Друзья, вернусь к вам позже Зубы блеск Сегодня я наконец увижу зубную фею Но она же приходит, когда все спят Я твердо решила не спать Ха-ха-ха Отличный план Что же она мне подарит? Ха, у меня есть щетка и для молочных зубов Во рту взрослого человека 32 зуба Но вылезают они не сразу, а по очереди Когда дети еще не умеют ходить и говорить Продезаются молочные зубы Перед школой эти зубы выпадают Чтобы на их месте появились постоянные Такие терять нельзя Новые вместо них уже не вырастут Но заботиться нужно и о тех, и о других Чистить их и есть меньше сладкого Уснула Мама? А? А, хотела книжку почитать А ты почему не спишь? Фею жду Ах, да! Фух, чуть не попалась Так, мы до утра приготовились Надеюсь, феи шоколадки дарят Щетку я не донесу А? Мама, опять ты? А, фея! Ага, зубная Вот это да! Наконец-то! Тю-тю-тю-тю-тю-тю Давай ты мне зуб Я тебе подарочек и полетела Хм, у вас крылья не настоящие? Это для красоты Я на мопеде летаю Апу! Ой, это помогатор? Что? Где? У вас помогатор! Вы фиксик! Ой, загружалась я тут Пора! У меня еще сто зубов Сто детей впереди Чао! А зуб? Ах, да! Привет, Фрику и Гику Ага, передам Ой Вы их бабушка? Ух ты! Ты умеешь хранить тайны? Ага Да Я их, Бася Ну, я полетела Ты дышь Люди любят верить во всякие чудеса Выпал у ребенка молочный зуб Сразу же надо спрятать его под подушку Чтобы фея или мышка Обменяли его на подарок Или новый зуб Другие маленькие мечтатели Верят, что молочные зубы Забирают тролли и эльфы Некоторые подбрасывают зубы в воздух Зарывают в землю Или закидывают на крышу Представляете? А кто-то верит, что выпавший зуб Поможет стать кем ты хочешь Поэтому будущие футболисты Закапывают зубы на стадионе А врачи возле больницы Хотя по мне Настоящим профессионалом Может стать только тот Кто много учится и тренируется О как! К массажу готово Мам, смотри, что мне фея подарила А детям точно можно этим? Детям в первую очередь Ты смотришь мои обзоры? Да, конечно Хе-хе, смешно У зубной феи отличный вкус Ага, и шоколадка объедение Какая шоколадка? Э-э, щетка просто класс Сама очистит Вот бы еще домашку за меня делала Причем тут шоколадка? Пианино Телефон-точитель Спасибо, фиксики А вот у меня нет фиксиков Дома пианино сломалось А его никто не чинил Целое пианино? Может вы попробуете? А что? Я могу А ты знаешь как? Ты же расскажешь Пианино Это струнный, ударный и клавишный инструмент Под одной крышкой Там внутри целый механизм Каждой клавишей крепится молоточек Нажимаем на клавишу Молоточек бьет по струне Она начинает вибрировать Так рождается звук Чем тоньше струна, тем он выше И наоборот Края легко отличить Его крышка похожа на крыло А вместе эти инструменты Называются фортепиано Красиво! Ну, показывай пианино Ты на нем сидишь А, я думала, она огромная И где тут молоточки? В электронном пианино их нет И звука тоже Хм, посмотрим О, вот и поломка Есть контакт Тыдыщ Мой А, я не закрепил Ну да Эх, вот растяпа Ку-ка Ты кто? А ты кто? Я тут живу А что ты здесь делаешь? Чиню Кто просил? Катя Человеческая девочка? Не смеши Она мой друг А ну отдай Эпа Эй Ты в порядке? Сильно ударился Да Ты у меня в глазах двоишься Ха-ха Тебя как зовут? Нолик Без палочки Ха-ха-ха Шока Я Брик А это мой брат Кик Мы близнецы Понимаешь? Знаете, почему мы с Гиком Близнецы? Одному Очень Опорному Мастеру Понадобилось Сделать Две Одинаковые Шестеренки С очень Мелкими Гранями Он сидел Целую Неделю Выспиливал Вытачивал Шлифовал Столько Души Вложил И наконец Добился Таки Полного Сходства А вы же Помните Где в работе Есть частичка Души Там и Фиксики Тут ее Хватило на Двоих Все изменилось Когда мастера Не стало Нас вместе С его вещами Взяли И выкинули На свалку Без заряда Мы быстро Отключились И даже Могли погибнуть Если бы Не одна Случайная Встреча Эй Фрик Ну рассказывай Все сразу Еще успеем А ты Дружишь С человеком Ага На фиксике С людьми Не общаются А еще Фиксики Чинят А не ломают Да Да потому Что это Девочка Катя Катя Короче Пианино Не ее конек Нолик Тебе Меня А слабо Нас познакомить Но фиксики С людьми Не общаются Ты же Дружишь С Катей Значит Ей можно доверять Сначала Пианино Мы тебя Предупреждали Ты скоро Все Сейчас Начнется Они Чинят Изнутри Телефоны Мп3 Насрочные Все плохо? Нет Поешь ты Хорошо Громко Просто ты так Всех фиксиков Распугаешь Каких фиксиков? Это фрик Это гик Нет Это я фрик А я гик У меня есть фиксики Спасибо Обращайся, если что Зачем? У меня теперь есть свои фиксики Новенькие Новенькие? Только тсс, это большой секрет Крючок Уху! Симка, прыгни! Вик, зачем вы сцепили фиксиборды? Так паровозикам веселее! И я прыг, а он гик Здрасте! Вещи не по назначению используйте Ну-ну О, а как надо? Приходите в школу, узнаете Мы как раз хотели Сначала познакомьте меня с родителями Сегодня Жду Опа! Крючок Ненадежная штука Хм, зато многофункциональная Крючок Не просто удобная вешалка для курток и ключей На стройке крюки подзомных кранов Переносят грузы Рыбаки берут крючки на реку А альпинисты в горы Ведь карабин это тот же крюк, но с застежкой Крючком с длинной ручкой Бабушки вяжут шарфы В кино у пиратов часто вместо руки торчит крюк Да что там Даже клювы копчек птицы скрюченые Чтобы колоть орехи и держаться наверх Крючком с длинной ручкой Не пить Большой-большой Вы в порядке? Еще спрашивайте Простите? Сколько фиксиков уже поймали на крючок? Что? Это не мое А с виду солидный фиксик Знаете, вы тоже не в том возрасте, чтобы лихачить Хотите сказать, я старая? Да, то есть нет Ну, знайте Намудрили Опять вы? Как вы тут оказались? Пропустила поворот Кстати, где я? В научной лаборатории Дайте-ка угадаю, вы здесь работаете? Вы догадливы А вы не очень Может, поможете? Тут, если только крюком Вы не против? Тащите Советую вещи использовать по назначению Я тоже был рад вас видеть Уже поговорили? С кем? Но вы же сказали позвать родителей Бася Бася? Дети? Вы? Вы родитель мальчиков? А вы тот самый профессор в школе фиксиков? Возмутительно Вы кое-что забыли Это вы придумали? Хе Моя школа Вообще Они у меня воспитанные В бабушку? Многие фиксики Домоседы Но это не про Басю В молодости Я частенько переезжала С места на место Где я только не была Как-то в Калиже Станчилась внушку Эйфелевой башни Когда ее строили А в Англии Чилый лучайник Самой английской Кролевы Было весело Но иногда одиноко Все изменилось Когда я увидела на свалке Да и шестеренок Ржавые Ну хорошенькие И похожи Один в один Я их отмыла Ставила часы А они раз И превратились в гика и фрика Теперь мы с семьей Живем в человеческой квартире Но мы здесь не задержимся И в следующее путешествие Я поеду уже не одна Получается дедус вас на крючок поймал? Да Именно так Прошу заметить Благодаря ему я вас спас Смешно вышло Я еще подумала Что за вредный старичок меня тащит Как вы кричали Я чуть не оглох Так а нам в школу Теперь можно ходить? Думаю Здесь вам будет Чего поучиться Только без ваших шуточек Вот это мы не обещаем Но постараемся Ты тыщ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok